Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я не знал, как кратко дать вам предисловие к данной теме и решил уже созданное вступление переделать лаконичнее. Поясню кратко самую суть. Почти два года назад от момента записи этого видео на меня вышел герой нынешнего интервью. Производитель особого озонированного масла. Он прислал мне на тестирование посылку. Я положил ее в холодильник. Применять внутрь побоялся из-за предубеждения, что озон это сильный окислитель, значит свободный радикал со всеми негативными вытекающими последствиями из этого. А от применения снаружи, ну, не заметил какого-то явного быстрого эффекта. Да и пользовался, честно говоря, всего несколько раз. В общем, забыл и перестал применять. А спустя полтора года решил дать его своей супруге. Просто вспомнил о масле, когда у нее появилось воспаление на коже лица. Ну, вроде прыщика. Что-то ближе к розации. Я сказал, попробуй это. Так вот, воспаление прошло за ночь. Она была просто в шоке. И так было не раз. А совсем недавно у моего знакомого одного появился фурункул. Ну, где-то сантиметр-полтора глубокий. Воспаление сальной железы. Волосяного фолликула. Помазав его, этот фурункул исчез к вечеру следующего дня. Были и другие интересные случаи несколько раз. И вот я, конечно же, решил возобновить контакт. И выяснить, как все это работает. Особенно меня интересовало внутреннее применение, чего я боялся. В итоге получилось вот это первое интервью с Игорем, которое вы сейчас сможете посмотреть. А приобрести это озонированные масла, кто захочет, после просмотра данного сюжета, вы сможете, перейдя по ссылке, которую я вам оставлю под этим видео. Что ж, приятного вам и полезного просмотра. Юрий Андреевич, друзья, всех приветствую. Собственно, да, есть методы хранения озона в масле и в воде. И это используется уже более сотни лет. Но, к сожалению, это не так широко известно, хотя применяется и в госпиталях, и в санаториях повсеместно, и с советских времен, и сейчас. И, собственно, еще раз, озон – это суперактивный кислород, в три раза электрически более активный. И он влияет на организм таким способом, что ускоряет обменные процессы, усиливает коммуникацию между клетками и далее, как следствие, организм сам себя восстанавливает. Но ведь озон – это окислитель, это фактически воздействие свободных радикалов. И тут практически все подкованные люди скажут, это наоборот вредно, это разрушает организм, разрушает клетки, ДНК. Почему мы применяем антиоксиданты разные, чтобы против оксидативного стресса? То есть как раз разрушать свободные радикалы надо, а тут вы предлагаете озон внутрь организма. Им дышать нельзя, врачи говорят. Все верно, поэтому я не предлагаю им дышать. Я использую неинвазивные методы, которые позволяют избежать газа, избегать раздражения слизистых, и при этом получить максимум эффекта. Все, что эффективно, все, что действенно, оно может либо убивать, либо защищать, лечить, в зависимости от дозировки. Все есть лекарства и все есть яд. А в чем тут суть технологии, когда мы говорим о приеме «ладно кожу мазать, понятно, но принимать внутрь?» Поясните. В данном случае хочу сделать акцент на том, что в отличие от антиоксидантов, которые можно сравнить с пряником, на самом деле нашему организму нужен и кнут. И озон является тем самым кнутом, который дает сигнал, что что-то происходит, и нужно заранее готовиться и активировать адаптационные механизмы, все возможные. И тогда организм сам стартует производство антиоксидантов, глутатиона на клеточном уровне. То есть, не важно, сколько мы извне подаем антиоксидантов, важно, сколько антиоксидантов у нас внутри производится. И да, свобода радикальная теория старения, она признана еще в 60-х годах с Кулачевым, совместно с сотнями других самых мощных исследователей того времени. То есть, внутри наших клеток постоянно идут процессы выделения оксидов, пероксинитритов, всего того, что разрушает наш организм. Поэтому заранее напомнить организму о его оптимальном состоянии и о синтезе антиоксидантов внутри клеток, это самое важное. То есть, вы хотите сказать, суть тут такая, я приведу другой пример, может быть, вы его никогда не приводили. Вот после грозы мы чувствуем запах озона. Мы им как бы дышим. Да, там микродоза, но мы его чувствуем, то есть, он есть. Но люди чувствуют свежесть, легкость, потом, ну, скажем, силы увеличиваются у организма. Может быть, вы говорите о примерно аналогии, что мы заставляем, как вот фактически малыми дозами озона, да, таким же образом, и природой это предусмотрено в этом смысле, говоря о грозе и озоне, создавать вот такие условия такого микростресса, когда организм мобилизует резервы свои и защищать начинает уже, так сказать, вот в том числе свободных радикалов. Да, прекрасный пример с грозой позволяет нам не бояться изначально данного метода и чуть больше изучить. Вот и далее оказывается, что во время любой физической нагрузки, ходьбы, бега, тренировок, чего угодно, у нас уже происходит окислительный стресс в организме. Вот, но это позволяет нам стать еще прочнее. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее. В данном случае этот суперактивный кислород помогает сжечь любое топливо. И без кислорода этого сжигания не будет. И что бы мы ни ели, если сахара и особенно жиры недоокисляются, мы имеем проблему. И наоборот, если окисление происходит должным образом, то мы получаем энергию, как минимум тепловую. А в идеале это синтез АТФ. Поэтому я считаю, что кислорода бояться не стоит. И вообще здесь есть небольшая подмена понятий, которую нам внедрили. Это окисление и закисление. То есть все кислоты, это H-хлор, H-фтор, H2SO4 имеют водород. А кислород, несмотря на то, что звучит одинаково, он позволяет как раз избавиться от процессов закисления в организме. Насыщенная кислородом среда, это та среда, в которой не живут гнилостные бактерии. Ну, в общем, идет окисление в любом случае в организме постоянно. Это процессы биохимические, естественные, природно предусмотренные. И так оно должно быть. Другой вопрос, что, конечно, озон – это яд. Да, озон сам по себе. То есть озонируют вместо хлорки бассейны, например. Уничтожают инфекции все. Если включить мощные озонаторы, выгорает органика вся. То есть если прям вот включить такие мощные, вот как я, например, использую в хранилищах, когда надо продезинфицировать стены, все без химии, без хлорки, без яда химикатов, уничтожается вообще все. Если прямо как облако дыма стоит вот такое. Понятно, что человек и любой животный умирает в таких условиях, в таких тысячекратных превышающих дозах. Мы здесь говорим о каких-то микродозах. Но вы скажите, то, что вы сказали, логически так вроде понятно, что озон вызывает в микродозах вот этот естественный микростресс организма, в результате которого защитные силы мобилизуются. Ну, это все понятно. А и это проверено, это как-то научно. То есть кем тогда и чем? Да, есть такое понятие, как озонотерапия. Озонотерапия признается на уровне Минздрава РФ. Озонотерапия используется военными уже более 70 лет. И со времен войны в Афганистане озонервный перфторан применялся и, собственно, во время ликвидации бедствия в Чернобыле. В общем, более 1600 диссертаций медицинских от академиков, профессоров, докторов наук и так далее. Вот на разных сайтах, один из которых medicaldis.com. Я множество статей на своем YouTube-канале зачитывал с этого сайта. Более 4000 на сайте PubMed. В общем, озонотерапия давно признана. Есть ассоциации российские, есть ассоциации озонотерапевтов международные. И озонотерапия признается на всех уровнях, вплоть до институтов, института имени Сечина, МГУ и Минздрав РФ. Скажите, а в чем тогда вот уникальность ваших вот этих масел? В чем отличие, если кто-то еще подобные производит? Прежде всего, я делаю высококачественный продукт. То есть, само масло может озонироваться 20 минут, может озонироваться 100 часов. И это большая разница. Я делаю максимум возможной озонации, то есть, это более 72 часов. Далее, любое масло служит лишь субстрактом для хранения озона. Я позиционирую это именно так. То есть, лечит не масло, лечит не какой-либо жир. То есть, масло это просто жир в данном случае, это губка для озона. Точно так же может озонироваться рыбий жир, там еще что-то. Но, собственно, максимум озонидов, то есть, озон уже находится в связанной форме, в форме полимера. Он разрывает углеродные связи и встраивается. И в дальнейшем, при нанесении на кожу, эти озониды оказывают то самое воздействие, которое стимулирует обменные процессы и улучшает коммуникацию между клетками. Соответственно, раны заживают в разы быстрее. Хорошо, раны заживают быстрее. То есть, кожные проблемы, это я свидетель. Это просто порой и моя жена была в шоке от некоторых вещей. Фантастически действует, это правда. Это я вот убедился полтора года спустя. Кстати, еще сразу скажу, что полтора года спустя из холодильника вот достаешь. Или даже тот, который у меня вот маленький такой флакончик, который вот так как брызгаешь, ну так капелька выходит, значит, с дозатором. Полгода стоял в тепле. И после этого даже на палец намазываешь и пахнет озоном. То есть, он там сохраняется спустя, ну вот как минимум, что я пробовал полтора года в холодильнике, полгода и, ну вот из этих полутора лет в тепле. До трех лет. До трех лет. Это, кстати, связано с тем, что как раз идет такое долгое насыщение? Да, конечно. То есть, идет постепенный распад, но при насыщении 72 часов эффективность высокая. Даже спустя год. Ну, я так и подумал. Скажите тогда, ну вот это по коже действия. А что касается ваших рекомендаций, что меня изначально смутило внутрь организма? То есть, какие дозы и что это дает? Ну, какие варианты? Прежде всего хочу сказать, что я десяток лет изучал все эти процессы. И далее, после теоретического обоснования, и еще раз я зачитывал все вот эти медицинские диссертации, любая резистентная патогенная микрофлора, гнилостная для упрощения, да, анаэробная, которая любит бескислородную среду, она не может одновременно адаптироваться и к резкой смене среды, и еще раз к каким-то там антибиотикам или любым вообще средствам, которые она не переносит. Поэтому при комплексном применении с любыми другими средствами значительным образом повышается возможность избавиться от хронической какой-то инфекции. Это раз. То есть, все эти хеликобактеры и тому подобное, которых люди боятся, все это уходит вместе с изменением среды. Плюс стимулируется рост ткани, идет заживление и язв, и вообще любых раздражений слизистых, и идет улучшение перистатики. Решается целый комплекс проблем. Но сразу говорю, что при такой концентрации начинать нужно буквально с пару капель. То есть, это вот мой личный опыт. Помогает, кстати, справиться с аллергиями, позволяет справиться с мощными недугами хроническими. Вот это вот опыт, в том числе и тысяч людей. Скажите, а есть ли отзывы, ну вернее, доказательства там, ну клинические, что хеликобактер до и после, что он был, но потом его не стало? Да, и здесь сразу отмечу, что я не изобретал велосипед. То есть, все эти доказательства уже есть. То есть, озонотерапии реально более ста лет. Другое дело, что я делаю высококачественный продукт в плане масла, и он очень доступный. Но то, что я привнес, это неинвазивные методы водной озонотерапии. И, собственно, на эту тему также есть отзывы от серьезных людей, например, заведующих кафедрой в институте Сеченова, профессора, различные чемпионы из мира спорта. Собственно, данные системы стоят и в дворце водных видов спорта в городе Руза, 100 километров от Москвы. Есть сеть центров неинвазивной озонотерапии уже и в Эстонии, и в Кыргызстане, и в Казахстане, в Санкт-Петербурге более года, в Геленджике более двух лет. В общем, мы развиваем это направление, и у живых отзывов все больше и больше. Но давайте про водные применения насыщения воды озоном, как я понимаю, без того, что озон переходит в воздух. То есть, люди не дышат при этом озоне. Вот в чем уникальность этого метода. Об этом мы поговорим даже в отдельном видео, это очень серьезная тема. А сейчас, чтобы завершить данную тему, и человек вот для себя принял решение насчет того, как он будет использовать и будет ли. Например, только снаружи, как я использовал длительное время, например, и мои знакомые. Или еще и внутрь. Вот смотрите, какую информацию вы можете оставить под ссылкой. Вот, допустим, человек посмотрит это видео. Под видео, как всегда, ссылка, переход на наш сайт. Ну, прямо на это приобрести, кто захочет. Вот и под этим товаром. А там будет два товара. Вот эти маленькие с тюбиком, такие крошечные, удобно. Сумку там положил, куда-то понес, ну, там малюсенькие. И такие грампо 100, по-моему, баночки. Так вот, зайдет, но там будут ссылки, я всегда так оставляю ссылки на более подробный, там текст, а внизу там видео вот это стоит обязательно, и выше видео, это я говорю тем, кто не умеет искать сейчас так подробно, выше видео, но ниже текста, посмотреть подробнее, ну, или там другая формулировка, похожая. Нажимает человек, попадает там папки. Обычно какие-то исследования, результаты. Что вы могли бы предоставить, что пришлюте мне, чтобы я мог разместить? Есть еще раз медицинские диссертации, есть видео отзывы, где у людей, например, раны, которые не заживали годами, вот, и после применения, то есть очевидный результат. Есть сайт medicaldis.com, вот на нем по запросу озонотерапия 1600 диссертаций по этой теме, по озонотерапии в ветеринарии более 80 статей, в которых как раз и рассказывается о том, что озонированное масло позволяет остановить развитие опухолей даже на четвертой стадии. В общем, все это можно изучить самостоятельно. Часть этих материалов я зачитывал и разбирал подробно. Опыт есть ваших клиентов, кто писал про положительные изменения у животных, да, от различных болезней при применении масел? Да, по животным были и отзывы, и фотографии до-после. Вот, например, Юрий Лир давал отзывы о том, что меланома на второй стадии ушла за 7 дней применения. Это было применение по коже, внешнее? Да, да, внешнее. По внутреннему применение различные отзывы, но, собственно, это не заснимешь, не покажешь. Скажите, а вот такие болезни кожи, ну и это не совсем, не только кожа, это проявление на коже, но тем не менее, псориаз, дерматитный, эродермит, ну и так далее, это все действует положительно? Очень положительно, почти что фантастически действует. Другое дело, что нужно понимать, что чистить нужно весь организм, и кишечник, и печень, и чтобы не было возвратов рецидивов, нужно заниматься комплексно. То есть в комплексной терапии, в комплексном применении с лечением медицинскими назначениями, параллельными прочими, дополнительными, изменением питания, образа жизни, ну вот все, что действительно нужно менять, чтобы болезнь та или иная прошла и больше шансов было, то вот масло параллельно применять, по-вашему, можно и нужно, не будет ли наложений каких-то методик лечения негативных? Нет, здесь нет каких-либо сложных веществ, которые бы как-то там комбинировали между собой. Здесь идет именно стимуляция внутренних процессов и дополнительный кислород, который позволяет изменить среду. Ну и тогда в завершение я хотел бы, Игорь, вас попросить перечислить, наверное, самые характерные, может быть, самые частые варианты применения при тех или иных заболеваниях озонового масла внутрь. То есть, например, вот вы перечислите там, скажем, гастриты, язвы, еще что-то, опухолевые процессы. Перечислите примерно. В любом случае, скажем так, застой желчи, вот, это вообще повсеместно, у всех и каждого, просто в разной степени, скажем так, вот, лишним не будет. Стимуляция перистатики, очищение кишечника, нормализация микрофлоры, вот, хочу отметить, что не влияет на кислородную, аэробную микрофлору, вот, а уничтожает лишь гнилосную, ну и факультативных аэробов, то есть, плесень различную. В целом, оптимизация работы блуждающего нерва, работы парасимпатической нервной системы, как следствие оптимизации нейроэндокринной нервной системы. То есть, целый комплекс различных симптомов убирает либо предотвращает. Были какие-то случаи при, или исследовании при Паркинсоне, Альтгеймере? Есть видеоотзывы от женщины, которая, собственно, имеет Паркинсон и болезнь Бехтерева, применял масла еще только года два назад. Вот, есть, еще один человек пробовал, были улучшения, и при комплексном применении, вместе с физическими, скажем так, упражнениями, изометрическими, буквально за три дня он слез с нестероидных противовоспалительных, которые принимал десяток лет. Ага, правильно я понимаю, что тут главное, помимо вот этой стимуляции иммунной системы, таким микрострессом, идет еще поставка через кровеносную систему кислорода, потому что О3, там, на обычный кислород распадается в результате, да? Что кровь лучше насыщается кислородом и проходит, даже когда затруднено прохождение крови по микрокапиллярам на периферийные участки тела, при, например, атеросклерозе, тромбозах, и это происходит улучшение передачи даже через меньший ток крови, меньшего объема, до клеток тканей, вот которые имеют проблемы с движением крови. В разы улучшается периферическое кровоснабжение, улучшается лимфоток, организм легко очищается от всего вредного, разрушаются различные там микотоксины и даже связываются тяжелые металлы, то есть озон позволяет выводить тяжелые металлы. Ну это здорово, значит, тогда получается, что есть вот основные, скажем, методы применения, ну скажем, вот есть фунготерапия, да, наука, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, методика выведения тяжелых металлов и ради нуклидов за организм, которая была опробирована и после Чернобыля, и не только, и в Японии, безусловно, это вот гриб, там, основа дождевик, да, который имеет такие свойства, то применяя при этой, скажем, методике, либо аналогичных методиках озон, вот этот озонированное масло, процесс выведения улучшится, ускорится. Да, то есть синергетически могут действовать различные эти компоненты. Ну хорошо, теоретически я понимаю, что противодействие негативного быть не может, потому что это не одно вещество сталкивается с другим, ну скажем, формулой какая-нибудь синтетическая препарата, когда мы не знаем, какое может быть наложение. По сути, это вот вы после грозы дышать будете, вот и всё условно говоря. И то, здесь, на мой взгляд, есть плюс, что действительно избыточное количество активного вот этого озона при вдыхании, оно не приветствуется, ну кроме микродоз специальных, когда действительно идут такие лечебные профилактические дозы, а здесь мы не получаем, как собственно вот этот активный кислород озон, но с ваннами то же самое. Но про ванны давайте мы договоримся, если будет это людям интересно, сделаем отдельное видео с вами, и вы расскажете, что же за технологии, которые, вот как вы мне сказали, аналогов, да, в общем-то не имеют. Хочу сделать акцент, что именно мы говорим о клеточном дыхании, которое не бывает, скажем так, излишним, вот. И клетки митохондрии – это именно то, что максимально нуждается в кислороде, и мы можем это стимулировать без раздражения наших слизистых, трахеи. Ну и я скажу напоследок только нашим зрителям, кто мои лекции смотрит тем более периодически, постоянно, и вы можете сказать, но всё-таки антиоксиданты принимать. Да, конечно, я скажу принимать. Да, конечно, антиоксиданты, как глутин, отчасти может действительно вырабатываться в большей степени от раздражающего действия озона, как вот любое воздействие, вызывающее свободные радикалы. Но если кто-то беспокоится, боится, всё-таки опасается применять внутрь для себя, резон нашёл после этого видео, то просто принимайте на всякий случай дополнительно антиоксиданты, от этого будет только одна польза. Натуральные антиоксиданты, тот же натуральный глутатион, астексантин, витамин С, естественно, и прочие. Ссылки на всё, о чём мы говорили, будут под этим видео оставлены. Вот на всё, от, соответственно, этого масла до глутатиона, там липосомальной форме витамина С и так далее. Ну что ж, тогда на этом мы с вами, уважаемые зрители, попрощаемся. Благодарю, Игорь, вас за знакомство первое, вот такое, краткое с вашим вот этим изделием, препаратом. Ну и давайте, значит, теперь попросим зрителей через какое-то время, кто будет пользоваться, написать свои отзывы. Я же ещё раз от себя скажу, что я очень удивлён, хорошо так удивлён и рад применению внешним, вот на кожу, да, проявления различные, так сказать, у многих знакомых моих и родственников, так сказать, некоторых вот я вижу изменения положительные. Это хорошо. Ну вот и всё. До новых встреч. Всего хорошего. Благодарю. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто ещё не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.